Ответим на режим дистанционного обучения, ВУЗ перешел 16 марта. Для этих целей были задействованы сервис Zoom, платформа MeJC и YouTube-канал университета, на котором размещались видеолекции по различным дисциплинам. В учебные программы были загружены все задания рубежного контроля. Велся мониторинг посещаемости студентов. Как итог, удалось избежать срыва образовательного процесса. И теперь наступает новый этап, а именно летняя сессия. На прошлой неделе мы завершили второй промежуточный рейтинг оценки знаний студентов. Хотя студенты находятся на удаленном формате, но все они присутствовали на рейтинге, сдали рейтинг. Были единицы, которые не могли зайти в универ. Это те студенты, которые живут в удаленных местностях, где скорость интернета очень низкая. Но для них мы предоставляем возможность продления сдачи рейтинга или экзаменационной сессии. Но в основном 99% сдали рейтинг. А на две недели сортовали экзамены, которые продлятся до 26 мая. И руководство вуза решило провести промежуточную итоговую аттестацию в разных форматах. Так, в понедельник прошел экзамен по современной истории Казахстана. И студенты его сдали в формате компьютерного тестирования. Та же применяется и другая форма оценки успеваемости. Текущий экзамен будет заменен оцениванием на основании текущих оценок в соответствии с лабусами. Но есть студенты, которые не согласны с таким вариантом и хотят сами сдать в основном онлайн формате экзамены. Это те студенты, у которых GPA маленький, меньше. GPA – это переводной балл с курса на курс. У кого он низкий, те студенты хотят сами сдать в основном формате. А также студенты, у которых низкий рейтинговый балл, они тоже имеют право сдавать. Вот есть у нас такие студенты. Мы для них организовали все материалы экзаменационные. Для этого была разработана специальная программа для сервиса Zoom, которая в том числе учитывает порядок сдачи экзамена, выбора студентами билета. А с 18 мая до середины июня будут проходить государственные экзамены, состоящие из комплексного экзамена и защиты дипломной работы или магистрской диссертации. Комплексный экзамен мы заменили с мотивным оцениванием. Это рекомендация МОНРК, это решение ученого совета университета. С чем студенты в выпускных курсах тоже были согласны, но более 100 студентов, которые идут на дипломы с отличием, они пожелали участвовать, сдать онлайн-системе тоже ученые экзамены, потому что у них чуть-чуть GPA ниже и на красный диплом, что они хотели бы повышенную оценку получить, если возможно. Мы им разрешили, они будут сдавать устный онлайн-экзамен. Для них тоже с требованием с учетом прокторинга была разработана специальная программа. Что касается защиты дипломных и диссертаций, то все участники прошли апробацию и проверку на плагиат. Те студенты, кто не выполнял дипломных, будут сдавать предметные экзамены устно и в онлайн-режиме. Причем сдающий должен находиться в отдельном помещении и не отводить глаз от монитора. В случае отвлечения внимания экзамен прерывается. Всего в университете обучаются более 15 тысяч студентов. Из них выпуск с дневного отделения составляет 1701 человек. Владимир Федотов, Аманжов Итмагометов, телеканал АКТУБЭ.